Спасибо. Добрый день, друзья мои коллеги. Сегодняшний наш правительственный час посвящен вопросам реализации национального проекта в сфере экологии. Как вы знаете, в рамках проекта «Экология» на территории нашей республики реализуются четыре оригинальных проекта. Чистая страна, сохранение лесов, комплексная система обращения с твердыми коммунальными подкодами, чистая вода. Значит, по НАСПроекту «Экология» затрагивается территория девяти только районов и угусов нашей республики города Япутска в том числе. Ответственными исполнителями по оригинальным проектам сохранения лесов и чистой страны является Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, комплексная система обращения с твердыми коммунальными подкодами, чистая вода, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. Поэтому мы сегодня вначале заслушаем информацию Семенова Мироновича Яковлева, первого заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, затем информацию Дмитрия Дмитриевича Садовникова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики. В правительственном часе также принимают участие главы, заместители глав фуниципальных районов, председатели районных советов, депутатов, представители... Я прошу, коллеги, я прошу всем отключить микрофоны. Отключить микрофоны. Значит, представители общественной организации, заинтересованных министерств и ведомств. Регламент сегодняшнего провести часа будет следующим. Докладчикам, двум докладчикам мы предоставим слово до 15 минут. Затем переходим к вопросам. Как вы знаете, согласно регламента госсобрания на преснем часе, мы задаем только вопросы. Только вопросы, без выступлений. Мои коллеги, я думаю, что вы все об этом знаете. Я прошу тех, кто желает потом задать вопросы, задавать лаконично, четко и конкретно, без предисловий, чтобы не терять нам драгоценное эфирное время. Значит, слой предоставляется Семену Леонидовичу Яковлеву, первым заместителем министра экологии, природопользования и лесного хранения. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Володимир Михайлович, уважаемый народные депутаты, приглашенные. По рамках у нас проекта «Экология» на территории Республики Саха-Якутия участвуют и реализуются четыре региональных проекта. Это у нас «Чистая сторона», «Сохранение лесов», комплексная система обрешения теодокумнальным отходом, «Чистая вода». Министерством экологии предупрежденное лесное хозяйство Республики Саха-Якутия является ответственным исполнителем двух региональных проектов. Это «Сохранение лесов» и «Чистая сторона». Северное региональное проектное сохранение лесов является обеспечением баланса выпития и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. В 2020 году для достижения основного показателя отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных в регионах лесных наслаждений до 19,7% из федерального бюджета были предусмотрены средства объема 84 миллиона 900 тысяч рублей. Из них на отношении специализированных учреждений лесопожарной техники и оборудования для проведения комплексных мероприятий по охране лесов от пожаров объема 80 миллионов 380 тысяч рублей было направлено на приобретение техники 25 единиц. На отношении учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированная лесохозяйственная техника и оборудованные для проведения комплексных мероприятий по лесовосстановлению в объеме 1 миллион 400 тысяч рублей количество 8 единиц техники и оборудования. На мероприятия по лесовосстановлению 3 миллиона 400 тысяч рублей. Всего закуплено 25 единиц техники и 8 единиц оборудования, которые распределены по районам республики из-за действия тушения лесных пожаров. Лесовосстановительные мероприятия проведены на общей площади 73 тысячи 142 гектаров. Из них, в рамках исполнения государственного задания 527 гектаров, это у нас исполнительный рекорд лесный ресурс, в следствии от природных процессов, обследование переведено по актам 70758 гектаров. За счет арендаторов 704 гектара, по федеральному закону 219 компенсационное лесовосстановление 1652 гектара. В 2020 году, в 2021 году, для достижения основного показательного отношения площади лесовосстановления и лесоразведения площади вырубленных и погибших лесных насторожений до 33,4% из федерального бюджета, безусловно средства в объеме 923 млн 389 тыс. рублей. Чистая сторона. Селью регионального проекта «Чистая сторона» является эффективным обращением социального производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 ноября 2018 года несанкционированных свалок границ с городов. В соответствии с паспортом к 2024 году, в республике должны быть рекультивированы несанкционированные свалки границ с городов в Юлиюцк и Мирный. Ликвидирован наиболее опасный объект, накопленный на колледжской города окружающей среды — это хвостохранительный шоколадский язык в Усть-Янском улучшении. Необходимо отметить, что Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации из показателей федерального проекта «Чистая сторона» исключены мероприятия рекультивации свалки города Якутска и рекультивации свалки города Нюльба. По причине того, что объект в городе Якутске является действующим полигоном, включенным в государственный рейс для размещения отходов и расположен вне границы города Якутска, объект по городу Нюльба расположен также вне границ города Нюльба, то есть не соответствует с сильным задачам федерального проекта и показательств нестанкционированной свалки границ с городом. Общий объем средств предусмотренных в 2020 году на реализации оригинального проекта «Чистая сторона» на «Анспор-экология» составляет 29 148 000 рублей. В том числе федерального бюджета у нас нет денег, государственного бюджета 2 8 000 000 рублей, муниципального бюджета 27 60 000 рублей. По заключенным дополнительным соглашениям между администрацией и исполнительными муниципальных контрактами в час средств объема 18 770 000 рублей перенесены в 2021 году. В связи с составанием ангарафика рублей 2020 года, с учетом этого, освоение средств составило 100%. Общий объем средств предусмотренных в этом году составляет 422 000 000 рублей, в том числе федерального бюджета 368 000 000 рублей, государственного бюджета 32 850 000 рублей, и муниципального бюджета у нас 21 210 000 рублей. Ожидаемый результат органального проекта «Чистая сторона» в этом году. Опередление установлено на порядке подрядчиков выполнение работ по ликвидации хорострональщикого кулажского зима и выполнение первого этапа работ по ликвидации хорострональщикого кулажского зима. Завершение проективной рефлексации несанкционированных свалок в городе Велевска, Нюрбуа и города Минова. Проведение работ по подаче заявки Республика на предоставление субсидий из федерального бюджета на рефлексации свалка в городе Велевска в 9-м километре Велевска тракта в соответствии с единым планом мероприятий. Это дорожная карта по закрытию действий полигона твердокоммунального отхода и столица новых объектов ТКО на территорию города Велевска. Утвержденным представителем правительства Республики Сахар-Якутия Андреем Владимировичем Тарасенко. Необходимо отметить, что проектно-симентная документация рефлексации свалка в городе Велевска разработана в 2019 году. На нее получено положительное заключение консультантной экологической экспертизы и консультантной экспертизы достоверности смертных расчетов. Риски и проблемные вопросы. Это, во-первых, у нас... Исключение из показателей федерального проекта «Чистая сторона» изначально запланированного мероприятия по рекультуре со свалок города Якутия и города Нюрба. Отсутствие новых полигонов размещений твердокоммунальных отходов. Отвечает всем современным требованиям города, где запланирована рекультурация свалок без альтернативного варианта перенаправления потока по образованию ствердокоммунальных отходов. Невозможна рекультурация эксплуатируемых в качестве объектов размещения отходов свалок. Отсутствие оформленных земельных участков под строительство новых полигонов. Неопределенность источников финансирования на строительство новых полигонов города Якутия и города Нюрба. Предложение по решению проблемных вопросов. Для того, чтобы успеть официально закрыть запланированную рекультурацию свалки и вынести из государственной рейсы объектов накопленного вреда окружающей среде, необходимо ускорить решение вопросов по проектированию и определению источников финансирования строительства новых полигонов. Реализация единой дорожной карты по закрытию действия полигона теоретокоммунальных отходов и строительства новых полигонов на территорию города Якутска утверждена представителем правительства Республики Сахар-Якутия Андреем Владимировичем Тарасенко. В частности рекультурация города Нюрба. Необходимо завершить работу по включению земельных участков под свалку административной территории границы города Нюрба. Соответствующая работа со стороны муниципального образования Нюрбюрского района и муниципального образования Октябрьский наследие уже начат. Сохранение биоразнообразия. По федеральному проекту сохранение биоразнообразия во развитии экологического туризма оригинальный проект не утверждался. Республика в листе Министерства экологии Республики Сахар-Якутия в рамках реализации данной федеральной проекты принимает участие в создании федеральных особо охранных природных территорий на территорию Республики Сахар-Якутия. Так, в 2019 году в исполнении указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номером 204 о национальных сетях и стратегических задачах развития Российской Федерации наперед до 1924 года в арктическом зоне Республики Сахар-Якутия создан второй национальный парк «Каталык». В 1920 году создан третий на территории Республики Государственный природный заповедник «Медвежья острова». До 1924 года планили создания Государственного природного заказания кафедрального значения «Лаптево-Морский» и Государственного природного заповедника «Большой Тухово». Владимир Михайлович, у меня все. Я вложусь в назначенное время. Могу отвечать на вопросы. Спасибо. Коллеги, у меня есть предложение сразу заслушать второй доклад. Дмитрий Дмитриевич, я потом приступлю к вопросам. Возражения не вижу, поэтому слово предоставляется Дмитрию Дмитриевичу Садовникову. Министру жилищно-коммунального хозяйства и энергетики нашей республики. Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич. Добрый день, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые участники совещаний. Я пройдусь по слайдам, чтобы было понятно. Поэтому прошу включить. Слайд номер один. С целью выявления фактического состояния объектов водоснабжения ежегодно проводится инвентаризация. По итогам 2019 года следует отметить высокий износ объектов и практическое полное отсутствие объектов водоподготовки. По данным Роспотребнадзора по республике Сахаи, по качественной питьевой водой и централизованных систем водоснабжения обеспечено всего 522 тысячи человек, что составляет всего 54% населения. По федеральному проекту, это слайд номер два, чистая вода, к 2024 году в республике должно обеспечено чистой водой 75,8% от всего населения и 100% городского. Должно быть обеспечено качественной питьевой водой и системой централизованных водоснабжений. Для достижения указан в цели разработана региональная программа Республика Сахаи, Якутия, чистая вода и утверждена постановление правительства Республики Сахаи, Якутия 31 июля 2019 года под номером 211. По итогам заявок Минстру и России, в 2020 году из федерального бюджета освоено 317 миллионов рублей на реализацию двух проектов. По объекту реконструкции систем водоснабжения в городе Алёкминск, Алёкминского района, на данный момент строительная монтажная работа завершена, строй готов на 100%, в настоящее время оформляется документом на ввод. По объекту строительства водоочистных сооружений в городе Покросхангаласского района, на данный момент установлены все сваи, спонтированы резервуары, выполнена заливка с окон на перекрытие, в объеме 130 кубометров стройготовность 15%. Ввод объекта планируется в декабре 2021 года. В текущем году начата реализация четырех объектов. Строительство сетей водоснабжения с селёй Верхневерюзь и Андреевской Верхневерюзьского района. Строительство водозабора водоочистной инстанции селёй Бердегестех. Реализация второго этапа в городе Алёкминск. Общий объем финансирования составляет 741. В целях подготовки заявки в последующие годы ведётся совместная работа по разработке проектно-смертных документаций в Верхоянском, Нюрбинском, Алданском, Хангаласском, Амгинском, Намским, Усалданском и Сунтарском районах. Основной источник финансирования данных мероприятий – это средства местных бюджетов. В целом, реализация региональной программы «Чистая вода» ведётся в плановом режиме. В части реализации регионального проекта «Комплексная система» обращается к твёрдокоммунальными отходами. В целях достижения и результатов паспорта проекта установлено 6 показателей. Они отражены в слайде. По итогам 2020 года исполнено 5. По показателю обеспечения деятельности по оказанию коммунальной услуги населения по обращению твёрдокоммунального отхода при плане 90% достигнута 79%. По предоставленной информации региональными операторами, средний охват населения за 2019 год составил порядка 50%, что это от базового значения показателя. Отклонение обеспечения на низкой плотности населения доли городских и сельских обеспечений с численностью менее 1000 человек составляет 74%. Как видно на слайде, на сегодняшний день отсутствует финансирование из федерального бюджета на создание объектов по обращению твёрдокоммунальными отходами. При этом в 2020 году на поддержку деятельности региональных операторов в сфере обращения твёрдокоммунального отхода из федерального бюджета предоставлены с листа в размере 69 миллионов рублей. С листа региональным операторам доведены в полном объёме, благодаря которому ограничительные меры 2020 года прошли без... Дополнительно отмечаю, что по итогам совместной работы с депутатским корпусом в 2020 году были предусмотрены с листа в сумме более 323 миллиона рублей на 3 года для приобретения специализированной техники в количестве 51 единица, в том числе и для нужд арктической зоны республики. Заручившись вашей поддержкой, мы планируем эту работу также продолжить. На сегодняшний день реализуются 9 проекта сферы обращения твёрдокоммунальными отходами, полигона размещения твёрдокоммунальных отходов на 27-м километре в Билюске-Патрахе в городе Якутске. Устропривозочная станция с элементами сортировки в городе Якутске. Также в 7 муниципальных образованиях на стадии проектирования объекта размещения и обработки твёрдокоммунальных отходов. Это город Вилюс, город Нюрбэ, город Мирный, город Нерингре, посёлок Нижний Бестэ, село Петровка, Мерин, Гангалатского района, город Алдан, город Тамор. Плана на 2021 год – это актуализация терпсхемы. Второе – завершение проектно-сметной документации полигона размещения твёрдокоммунальных отходов на 27-м километре. Вилюсская тракта города Якутска. Устропривозочная станция с элементами сортировки и шести объектов, размещения и обработки твёрдокоммунальных отходов. В завершении в своём выступлении отмечаю, что, несмотря на отсутствие финансирования из федерального бюджета, работа по строительству соответствующей инфраструктуры ведётся планомерно в рамках возможностей госбюджета, регионального бюджета и местного бюджета. Безусловно, тут хочу отметить, что те главы, которые озадачены, они понимают и ведут работу. Мы с ними работаем ВКонтакте, но плану широко шагать нам мешает то, что скудность местных бюджетов. Доклад закончил. Ваим Михайлович, спасибо за внимание. Спасибо докладчикам за то, что уложились в указанное время. Коллеги, переходим к вопросам. Я ещё раз повторяю. Я прошу задавать конкретные вопросы. Пожалуйста, Елена Христофоровна. Здравствуйте, уважаемые участники правительственного часа. Вопрос у меня такой. Оленевский, Венгийский национальный район вот уже 4-5 год переходит к благоустройству. Тёплые туалеты во всех новых домах. И есть, значит, очень большое, значит, такое волнение тем, что нет у нас сооружения по очистным требованиям, по всем требованиям Сангина, вот это объекта, который бы очищал всё это. И это первый вопрос. Есть ли в планах строительство такого сооружения в Венгийском и Венгийском национальном районе, в самом посёлке. Первый раз, значит, переход идёт. И второй вопрос. В арктических районах Савалки... В каких арктических районах Савалки сегодня отвечают требованиям? Сколько средств выделено на эти цели? Всё. Так, Дмитрий Евгеньевич. Пожалуйста. У нас в Арктике соответствующих полигонов... Начну с конца, да, Елена Главиевна? Елена Фрицефоровна, спасибо за вопрос. У нас соответствующих полигонов в Арктике нет. Ну и вообще, во всей республике у нас всего лишь 8 полигонов, которые стоят в ГРУРО. И в части финансирования объектов по СОМ, это должны предоставить нам муниципальные образования. Я выше это в докладе отметил. И у нас есть механизм реализации данных объектов через контрреформирование ЖКХ. Что и делаем в ЖАТАЕ делаем. И хотим еще... В селе Верхневирус мы делаем. И хотим ускориться, пока уже связи налажены. Фонд, знаете, что уже за год нам три раза приезжали работники фонда, те, которые действительно распределяют средства, и мы их впечатлили. Другое дело, вот для получения федерального бюджета, из федерального бюджета денег мы... Вот наша беда то, что вот малонаселенные. Вот всегда смотрят на значимость, и просто населенность на... Вот в этом плане у нас есть потуги, где приходится убеждать и работать. Мы, если муниципальное образование Оленевский район предоставит проектно-сметную документацию, мы все вот муниципальным образованием так и говорим. По водоочистным станциям, по КОСам. То первым предоставят, мы первые же вагоны и посадим. И будем работать в федеральном центре для получения средств. Но если отдельно еще в госбюджете предусмотрят, было бы, конечно, здорово отдельно, если пройти. Спасибо. Алена Николаевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники правительственного часа. У меня три вопроса. Первый вопрос касается федерального проекта «Чистая страна». Ну, отрадно, что если в прошлом году 29 миллионов было предусмотрено, а в этом году 422 миллиона, львиная доля из которых 368, российской федерации, как вы сказали, да? Вопрос такой. Что входит в эту программу по обучению детей? Поскольку все-таки информировать детей надо, обучать с молодого поколения. Только так мы добьемся, что и мусоропереработка у нас, и разделение мусора будет. Вот это первый вопрос. Второй вопрос касается, вот, Дмитрию Дмитриевичу, задам по чистой воде. Дело в том, что когда вот принимали закон стратегии Республики Саха-Якутия до 32-го года, Комитет по делам семьи и детства включил пункт такой обеспечения чистой питьевой водой, качественной водой и качественным питанием, в том числе образовательные учреждения. Соответственно, вот в республиканской программе этого нет. Дмитрий Дмитриевич, вопрос такой. Дальше вот, как вы собираетесь работать, поскольку показатели стратегии мы должны добиваться, чтобы то, что написано, запланировано и написана стратегия, какой-то должен быть план, чтобы мы должны стремиться к тому, что мы запланировали. И третий вопрос касается твердых, опасных отходов. Когда мы принимали бюджет, вот мы видели, мы срок прокуратуры, когда не было вот средств на, прокуратура протестовала, что не выделены средства. Как вы сейчас будете собирать, ну, решаете вот этот вопрос по опасным отходам? Спасибо. Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич. Я еще раз прошу коллег задавать конкретные вопросы. И есть предложение, значит, ограничиться двумя вопросами. При том, сегодня присутствует глава районов, председатель районных советов, поэтому я сегодня больше склонен предоставить им возможность задать вопросы товарищам с места. Пожалуйста. Алёна Николаевна, спасибо за вопрос. В рамках программы «Чистая страна» по информированию населения и обучению подрастающего поколения таковой нету, но у нас эта работа прописана в нашем ДОПУ, в центре ЖКХ. И у них есть медиаплан, и если есть необходимость, можете ознакомиться, или мы можем вам предоставить письменно какие средства и какие направления там обозначены. В части обеспечения чистой водой образовательных и дошкольных учреждениях оно у нас идет в рамках уже ввода объекта, то есть в строящихся объектах, а объекты, которые у нас ранее были введены, это уже идет в рамках требований Роспотребнадзора и иных надзорных органов, имея в виду прокуратуру. И здесь у нас вот есть момент, правильно Алёна Николаевна отметила, что в образовательных учреждениях как ресурсоснабжающие организации, у нас ресурсоснабжающие организации ежемесячно, ежеквартально сдают вводу Роспотребнадзору, то есть они отвечают БОСТу и СанПИНам. Если есть запрет, тогда функционирование данных станций запрещается. Поэтому здесь мы особой тревоги не видим. Между тем, тех образовательных учреждений, где обеспечивается чистой водой, здесь Роспотребнадзор, мне кажется, недостаточно уделяет внимания. И части финансирования твердокоммунальных отходов, опасных отходов, я думаю, это полномочия охраны природы, поэтому я надеюсь, добавляю. По опасным отходам вопрос очень серьезный, поэтому мне просьба письменно предоставить, чтобы мы могли ознакомить народных депутатов. Хорошо? Так, Петр Вольдович, пожалуйста. Спасибо. Какое министерство, не знаю, будет отвечать, но вопрос такой. Как только приступил к своим обязанностям президент Академии наук Василий Васильевич Филиппов, была такая небольшая заметка о том, что мусороперерабатывающий или, ну, в общем, перерабатывающий маленький завод получил сертификацию, да. И вот кто-нибудь этим заводиком интересовался со стороны министерства, потому что он довольно такие любопытные, показатели были. Вот, допустим, деревню поставишь, и уже через 3-4 месяца это уже бы переработало бы и мусоросжигающий правильный. И ответьте, пожалуйста. Кто-нибудь интересовался? У меня один вопрос. Хорошо. Юрий Григорьевич, пожалуйста. Садовников. Дмитрий Григорьевич, спасибо за вопрос. Речь идет о мусоросжигающей установке местной компании о экоэнергии. Но да, мы интересовались, мы выезжали. Там, где я еще бытно работал первым заместителем главы вот в ЖАТАИ мы изучали этот вопрос. Дальше связи у нас остались. Между тем, у нас есть информация, что по крайней мере последнее, это в конце прошлого года было, в декабре, что у них недостаточно, ну, не хватает полной сертификации, документации. И мы, как местопроизводители, безусловно, готовы поддержать их. Но, повторюсь, прикон на том, что нету недостаточно оформленных документов. А проэкспериментировать-то можно было бы? Нет, в качестве эксперимента-то он действует. В рамках пилотного проекта. ЖАТАИ он работает. Евгений Ерманович, пожалуйста, ваш вопрос. Кожухов Евгений Ерманович. Извините. Здравствуйте. У меня будет два вопроса. Значит, первый вопрос. Выделено вот у нас 75 миллионов рублей на первую установку. Мне хотелось бы уточнить, значит, кто сейчас реализует данный пилотный проект и где планируется установить данную установку. И второй вопрос. Тоже будет, видимо, не Дмитрию Дмитриевичу, а Семену Ларионовичу. Проводились ли замеры по вредным выбросам в городе Якутске на СО2 и диоксинов. И в том же ЖАТАЕ по диоксинам по данной установке по мусорожигательному заводу. Спасибо. И прошу предоставить данную информацию по замерам. мой адрес и депутатам. Хорошо, Дмитрий Дмитриевич. Евгений Романович, спасибо за вопрос. Я считаю, что благодаря вашей активности как раз эти средства выделены, за что большое спасибо и поддержке ваших коллег. Мы часть, это да, через нас идут эти средства. Сегодня мы порядок разработали, провели техсовет по выбору технологии. И сейчас идет стадию согласования в наших госструктурах этот порядок. Как только это произойдет, мы должны выбрать рекоператора, который будет покупать данные оборудования. 72 миллиона коротко так. Спасибо. Семен Леонидович, повторю вопрос. Спасибо за вопрос. Это у нас полномочия Роспотребнадзора, но в рамках оригинального проекта «Честная страна» эта работа проводилась в 9-м километре Вильюджского тракта и в городе Якутске перевышения были именно в Дексиду. Поэтому направление у нас совместно с Роспотребнадзором проводится мероприятие. Так, дополнительно в письменном виде мы можем предоставить это показатель. Хорошо, но я хочу отметить, что это полномочия нашего Роспотребнадзора, поэтому если в этом есть такая необходимость, мы можем обратиться в письменный Роспотребнадзор, чтобы получить информацию по каким-то определенным периодам. Хорошо? Так, Дмитрий Александрович, пожалуйста. Семенов, Дмитрий Александрович. Да. Добрый день, друзья, коллеги. У меня вопрос к Дмитрию Дмитриевичу. Вот экосеки начали работу в сельско-пасольных пунктах, в частности в долине Артемии. И сейчас возьми вопрос по тарифу экосеки. Есть ли у нас сейчас возможность пересмотреть тарифу в сторону увеличения? Причина такая, что когда мы в начале деятельности экосеки, тарифы рассчитывали, что мутер будет выловиться по любому роду экосеки. Но по факту сейчас мутер будет выловиться в те же свалки, которые имеются в населенных пунктах долина Тянь. У меня такой вопрос не будет. Возможно ли это пересмотреть тарифу экосеки? Спасибо. Пожалуйста. мы можем подключить при необходимости руководителя ведомства, которые здесь присутствуют и занимаются непосредственно. Это полномочия, Дмитрий Александрович, спасибо за вопрос. Это полномочия Госкомсинрэк. Я знаю, что в декабре они защиту проходили. и по крайней мере мы и ФХД смотрели экосетей. Да, ситуация вообще с рекоператорами тяжелая. Это не секрет. Но между тем они были как бы скажем так довольны с прохождением защиты тарифов. Поэтому мне комментировать дальше что-то. Да, это одна из таких серьезных проблем. Вопрос резонный, но мы по тарифам наверное прямо сейчас ответ не сможем получить. Давайте вместе работать, поскольку это один из ключевых проблемных моментов в целом реализации федерального закона. Есть такая проблема. Так вот, хотят задать вопрос Солёкнинской. Я не знаю, кто. Кузнецов Николай Владимирович, пожалуйста, вопрос. Первый замглавы Добрый день, Владимир Михайлович. Добрый день, участники совещания. У меня два вопроса. Первый Дмитриевич, вы в своем докладе осветили, что по нашему району ведется работа и первый этап реконструкции водоканала у нас завершен. Есть планы по второй очереди. Я вот хотел уточниться. Третья очередь, работа будет выполняться. Это связано с заменой сетей центрального водопровода. И второй вопрос. Здесь, наверное, совместно и Дмитрию Дмитриевичу, и Семену Ларионовичу. Для принятия решений по вопросам строительства полигонов ТКО и косов, кондиционно-очистных сооружений, есть ли типовые проекты энергоэффективные с возможностью повторного применения, так как ни для кого не секрет, что документация на разработку проекта иной раз стоит почти столько же, сколько стоит фактическое строительство этого проекта. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. В части третьей очереди вы же прекрасно, Николай, знаете, что это в рамках консессии должно пройти замена труб. И в этом направлении надо вам работать. Части типовых проектов по полигону таковых нету, потому что все исходится от местности и ситуации, которые есть и по прохождению разного рода экспертиз. В части модульных станций мы не сторонники того, что в городах, таковым, который является у нас Алёкминск, мы должны ставить качественные, хорошие сооружения. В деревнях да, мы в этом плане работаем и вот ряда предприятий из ГНЕМ мы в предложении их получили, сегодня в стадии изучения мы проходим. И если соответствующий техсовет одобрит, что у нас он может функционировать, мы тогда пойдем по этому пути. В части мало населенных. Хорошо. есть что дополнить? Николай Володимирович, спасибо за вопрос. Дело в том, что по полигону керодокуменального входа есть проекты, которые происходят в Касахаре и Кутии, прошедшие экологические экспертизы и оценку самого проекта. Дело в том, что в 2018 году чисто страна федеральный проект было предусмотрено из 15 городов только 4 города. Это город Якутск, Вильюс, Нюрба и Мирли. В 2024 году будут конечно предусмотрены со стороны федерального проекта и другие города, где мы готовимся внести этот проект и другие города. В этом плане будем рассматривать по рекультивации коммунального отхода в вашей свалке и других городов тоже. Поэтому хорошо письменно обратиться в наш адрес в 2024 году, чтобы было предусмотрено оригинальное проект и города Лёхминс. Спасибо. Спасибо большое. Владимир Личи Тичигенаров, Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники правительственного часа. Владимир Михайлович, у меня к вам вопрос. Мы сегодня обсуждаем реализацию национального проекта в сфере экологии, утвержденный указом президента Российской Федерации в 2018 году до 2024 года, указ о стратегических целях до 2024 года. Сейчас поправка Конституции тоже принято по экологии раздел, пункта, и в прошлом году принят новый указ президента Российской Федерации о стратегических задачах и национальных целях до 2030 года. Национальный проект сейчас будет меняться в связи с принятием этих документов? Или продолжится? Или этот проект завершается? Я понял. Я понял. Значит, вопрос. Могу отметить лишь о том, что в конце прошлого года было принято о корректировке или изменении подходов к национальным проектам. Поэтому мы, наверное, все, не только по нас, проекту экологии, и по всем другим национальным проектам ожидаем каких-то серьезных изменений. Какого они будут плана? Наверное, мы сегодня вам ответить не сможем, поскольку профессор Российской Федерации это просто обсуждается. Я могу ответить только так. Это, наверное, для всех тоже. Поэтому это говорит, Владимир Владимирович, у вас вопрос правильный. Это говорит о том, что мы сегодня все органы власти и заинтересованные лица должны очень активно готовиться, готовить все необходимые документы для того, чтобы либо сохраниться в этих нас проектах, либо, значит, что-то внести дополнительно. Что-то дополнительно по всем отраслям, по всем направлениям, не только по экологии. Спасибо. Так, пожалуйста, вопрос Иван Иванович. Спасибо. Слышно, да? Да, пожалуйста, Иванович. Добрый день, уважаемые коллеги. Дим Димыч, я вот на примере строительного рынка хочу вас пригласить тоже и показать всю цепочку обработки мусора, начиная с каждого предпринимателя, как ведется работа. Вот хотелось бы тоже как пример показать. И, конечно, показать свой мусоросжигающий завод. У нас на самом деле очень много талантливых ребят, которые и в этом направлении бы хотелось бы, чтобы вы вот мы сейчас на стадии научной такой научного анализа, чтобы вот эти предельные допустимые выбросы, которые выбрасываются вот на этой стадии находимся. И в этом направлении хотелось бы, чтобы вы нам помогли. Чикачева там направите или кого направите, пожалуйста, в этом направлении, чтобы ну с вашей стороны. Вопрос у меня такой, Если предприятия стараются сделать так, чтобы минимум выбросов было твердокоммунальных отходов, на уровне федерального центра эти вопросы тоже обсуждались. По снижению тарифа в этом направлении, как у вас проработка идет этого вопроса? Пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич. Спасибо за вопрос, Иван Иванович. За приглашение обязательно буду. Не будем отправлять на долгие вещи. В частности, снижение тарифов, на самом деле, все зависит от производимого объема мусора. И здесь мы сегодня проводили, вернее, в 2017 году проводили объем мусора, который производится в частности в столице республики. И учитывая, что там были моменты, которым не согласен рекоператор, и мы сегодня эту работу возобновили. И в итоге этот цикл должен пройти целый год. Вот, и мы ожидаем летом завершения этой работы. Начало осени. Поэтому пока вот комментарий такой положил. Хорошо. Так, вопрос. Леонид Владимирович Ушканов, глава Бардонского наследия Нербинского. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Уважаемый Владимир Михайлович, слышно меня? Да. Уважаемый участник сегодняшнего совещания. У меня один вопрос. Ну, как вы большинство, наверное, знаете, что наш поселок, село Малакай, находится на левом берегу реки Марха. У нас проблемный вопрос по берегу укрепительным работам. И вопрос такой, есть ли в дальнейшем возможность внести в план реализации мероприятий нашего национального проекта «Экология Республики» по решению нашего вопроса и в дальнейшем разработать проектно-изыскаческие работы и в дальнейшем построить или воспроизвести берегу укрепительные работы. У меня все. Спасибо. Так, кто у нас в Министерстве экологии? Эдуард Валерьевич, Пихкин здесь присутствует, нет? Эдуард Валерьевич, присутствует, но я отвечу, что по правительству части страна регионального проекта Республики Сахар-Икутия берегу укрепительные работы не предусмотрены. Только у нас рекультивация действующих полигонов. А по берегу укрепительным работам Эдуард Валерьевич присутствует, он вам ответит сейчас. Эдуард Валерьевич, пожалуйста. Алло, алло, да, тут у меня небольшие технические неполадки. Добрый день, Владимир Михайлович, добрый день, Леонид Владимирович. Как сказал Семен Валерьевич, у нас проект экологии по рекпроекту «Чистая страна» берегу укрепительные работы в принципе по регламенту не предусмотрены, но ведется работа на уровне субъекта, на уровне республики. Работа ведется с Федеральным агентством водных ресурсов по включению берегу укрепительных работ и инженерных защит на реках республики в федеральные целевые программы. До 2020 года работала и реализовывалась федеральная целевая программа развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Сейчас вступила в действие другая федеральная целевая программа. Но, как мы все знаем, сейчас у нас в приоритетном порядке два крупных объекта. Это инженерная защита от паводковых вод города Верхоянска и плюс берегу укрепительные работы в поселке Верхневилюйск. Два больших объекта финансово-емких, там полмиллиарда рублей. Буквально на прошлой неделе мы закончили подачу бюджетных заявок Федерального агентства водных ресурсов по началу реализации этих проектов в 2022 году. Но в любом случае у нас есть перечень из 128 населенных пунктов, которые в той или иной степени затапливаются паводками и водами. Мы работу будем проводить. Я вас прошу, Леонид Владимирович, обратиться в Министерство экологии с вашей проблемой. Мы включим обязательно берегу укрепления в вашем населенном наследии. Включим в перечень необходимых объектов по берегу укреплению. Туда выйдет рабочая межведомственная группа, обследуем. И потом уже будем говорить о предпроектных работах, проектных работах и начале реализации. Спасибо, Эдуард Владимирович. Для вопроса предоставляем Мифоновой Ирине Васильевне, депутата Великого районного совета депутатов. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники совещания. У меня вопрос Яковлеву Семену Иларионовичу, заместителю министра экологии, Лесавинова Дмитрию Дмитриевичу, министра ЖКХ. Да, вопрос у меня такой. По выбору земельного участка под строительство полигона твердых коммунальных отходов в Великого районного совета, стоит открытым и нерешенным на сегодняшний день. Так как население Улуса, общественность, большая часть депутатов районного совета, мы против строительства полигона в местности Сетаминя. И по данному вопросу, какие работы ведутся с администрацией Мэрвилюйский Лусрайон? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, Семен Иларионович. Спасибо за вопрос. Но, еще раз повторюсь, министерство экологии перед использованием лесного хозяйства в оригинальном проекте «Тистая страна» отвечает за рекультивацию действующих полигонов. По строительству нового полигона в Великого района, то, что местность Сетаминя, это чуть ошибочно, можно сказать. В самом-то деле, новый полигон, который должен быть построен по дорожной карте в 2023 году, она определена по адресу 556-й км федерального тракта. И находится на другой стороне от этого летнего САИЛК, где, соответственно, принятых федеральных законов и требований, соответственно, по оригинальному проекте «Тистая страна», она отвечает по всем предусмотренным правилам. На сегодняшний день ведется работа по составлению проекта «Смертной документации». было проведено публичное слушание, где все депутаты и жители Великого района приняли, соответственно, вопросы задавали и ответы получили. На сегодняшний день протокол составлен о проведении публичных слушаний. И, согласно принятой дорожной карте, ведется работа. И, соответственно, в Министерстве ЖКХ Республики Сахайя-Курки в этом плане, я думаю, это правильно работа ведут. Если там есть какие-то дополнительные вопросы, я думаю, делитесь в 2024 году. Спасибо. Хорошо. Илья Иванович, будете дополнять, нет? Ну, если коротко, да, буквально, то действительно публичные слушания проходили, но мы тогда еще, Илья Иванович говорил, что если вы защищаете, то надо было еще провести независимую экспертизу, экологическую экспертизу, где вам надо было тоже поактивнее участвовать. И все тогда аргументы поставить на лисы и идти вот по тому пути, который вот должны совместно пройти с муниципальным образованием. Проектно-сметная документация делается муниципальным образованием. Вы должны там у себя разобраться. Мы же так должны работать. Ветви власти. Мы потом, когда проектно-сметная документация будет, вот совместно с депутатами будем уже выбивать средства либо с федерального бюджета, либо с регионального. Вот такой пока раскладываем. Да. Так, Евгений Андреевич, перфильер, пожалуйста. Добрый день, Владимир Михайлович, уважаемые коллеги. У меня вопрос, я думаю, в Минэкологии, да, касающийся у нас проекта, да, по охране лесов. Вот сколько единиц у нас специализированы пожарной техники, ну, засчитаны специально для тушения лесных пожаров. Вообще в наличии имеется, вот типа ГПМ. Есть что-то у нас? Так, спасибо за вопрос. Сегодня у нас присутствует Агеев Алексей Николаевич, заместитель министра лесного хозяйства. Алексей Николаевич, пожалуйста. Заместитель министра, руководитель департамента лесного хозяйства. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые участники правительственного часа. Да, конечно, информация такая присутствует. На сегодняшний день в рамках нацпроекта экология регионального проекта сохранения лесов за 19-20 год приобретено 116 единиц техники на сумму более 240 миллионов рублей. Эта техника сразу была поставлена на учет и направлена на тушение, на охрану лесов от пожаров в районной республике. То есть и техника 19-го года, и 20-го года в полной мере была задействована на пожарах прошедших сезонов. Кроме того, на 21-й год у нас будет приобретаться техника на сумму 208 почти миллионов рублей с общим количеством 181 единица. Но не только техника, но и также противопожарное оборудование. Это парашютные системы, парашютные страхующие приборы, а также спусковые устройства для десантников, которые непосредственно на кромку пожаров высаживаются с вертолетов. Кроме того, техники, опять же, подразумевается приобретение гусеничных тяжелой техники, колесных, а также для переброски людей, автобусы, микроавтобусы, УАЗы и Газели. Ну, в принципе, вкратце у меня все. Кроме того, я хотел бы отметить, что существующая техника, которая сейчас у нас задействована на охране лесов от пожаров, это до, так скажем, вступления в силу, точнее, до реализации нас проекта «Экология». Она у нас была, конечно, но износ ее составлял от 80 до 100%. И процент оснащенности на начало 2019 года составлял 40% от нормативной. На сегодняшний день этот процент уже приближается к 70%. И техника обновляется. Спасибо. Спасибо. Андрей Николаевич, Дорогань, пожалуйста. Дорогань, Андрей Николаевич, включите. Андрей Николаевич, у себя там. Нажмите. Добрый день, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги. У меня два вопроса. Первый, ну, наверное, оба к министру ЖКХ. Первый по косу поселок Золотинка. То есть тот механизм концессии, который вы предлагаете уже более пяти лет, на сегодняшний день мы видим, что он не работает. Какой-то другой механизм есть у министерства решения этой проблемы? И второй вопрос. Когда мы принимали закон по реформе с отходами, нам говорили, что в тарифе на переработку ТКО есть инвестиционная составляющая. Хотелось бы от вас услышать конкретно по региональному оператору Южной Ипутии, какие суммы за два года были перечислены именно оператору по инвестиционной составляющей и что с этими деньгами собирается он делать. Спасибо. Да, пожалуйста. Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, спасибо за вопрос. В части Золотинки, Коса. Вот у нас из госбюджета на проектно-сметные документации финансирование идет через Минстрой республики. И мы объекты заявляем, и Золотинка была заявлена, но Минстроем она отклонена. Вот на сегодняшний день информация такая. При этом мы все равно в повестке дня ставим, если будет корректировка бюджета, или допинансирование по проектно-сметным документациям, объект будем всегда толкать. Но сегодня пока ситуация такова. По инвестиционной составляющей у рекоператоров скажу следующее, что вот точно не могу сказать, какая сумма там была перечислена тому или иному рекоператору. Имеется в виду, это же исходит от оплаты, а с госбюджета там не идет инвест-составляющая. Поэтому у них, у многих, когда они проходили защиту инвест-программы, у рекоператоров стоит сжигающая установка. Сжигающая установка, и я думаю, что мы их мониторим, но у них всегда есть недовыплат. То есть расхождение есть, дебиты, крейсии. Хорошо. Василий Николаевич Мандаров. Добрый день, Владимир Михайлович, коллеги. У меня вопрос относительно общественной экологической экспертизы. Какие общественные экологические экспертизы участвуют в проведении экологической экспертизы во всех планируемых ТКО? И сроки проведения государственной экспертизы интересует. И интересует вопрос отдаленность от действующих аэропортов запланированных ТКО. Спасибо. Ну хорошо. Давайте, Семен Ильинич, коротко скажите, но письменный ответ будут потом подготовить и отправить в адрес Василия Николаевича, потому что он должен довести это до своих избирателей. Так, да? Хорошо. Владимир Михайлович, понятно. Спасибо. Вопрос. Этот вопрос уже озвучивали несколько раз в юридическом. Экологическая экспертиза, она будет проходить в периметре, соответственно, перенедых правил. По общественным экологическим экспертизам по четырем, скажем, перенятым полигоном аэропортовации действующих свалок. Никаких, кроме города Вильючка, нет. Только вот общественная экологическая экспертиза заявили желание провести общественные экологи Вильючка района, но было дано им соответствующие ответы, чтобы они проводили это сами в соответствующих правилах проведение общественной экологической экспертизы. Они могут обратиться независимым экспертам и соответственно провести сами общественную экологическую экспертизу. Это их вопрос. Леонид Николаевич Князев, председатель Алтанского районного совета депутатов. На этом, наверное, мы ограничимся. Будем подводить потихонечку итоги. Перед тем, как я подведу итоги, я бы хотел попросить Якова Нанча, с которым мы совместно занимаемся этими вопросами, и сказать пару слов. После вопросов, Леонид Николаевич, пожалуйста. Добрый день, Вадим Михайлович. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня следующий вопрос к Министерству экологии относительно справки о ходе реализации регионального проекта сохранения лесов. Вот здесь есть показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в процентах. За 2020 год, за прошедший 2020 год, мы увеличили этот показатель до 19,7%. В следующем, 2021, в текущем году, мы планируем увеличить этот показатель до 33%. Ну и на этом мероприятии нами запланировано 15,4 миллиона рублей всего. Так вот, вопрос заключается в следующем. Каким образом технологически производится это мероприятие по лесовосстановлению? Как мы там семена разбрасываем, саженцы ли выращиваем? Ну и каким образом, в конце концов, контролируем каждый год? Ведь за один год, ну там, любое дерево, лестница, береза или там что-то еще, не поднимется же, мы же не сможем проконтролировать площадь. Ну и итогом, в 2024 году мы должны будем отношения площади лесовосстановления и лесоразведения довести до 100%. Мне кажется, это нереально, поскольку в класс погибших относятся и пожары. Так вот, я прошу прокомментировать и все-таки расписать технологию лесовосстановления. Вопрос задан, он резонный. Асен Николаевич, я прошу коротко, но конкретно ответить на вопрос. Потом давайте договоримся, что вы письменно в адрес вот тех районов, которые задействованы в таких моментах поправить письменные как бы разъяснения. Хорошо, этот вопрос действительно актуален для Алданского района, мы просим на него ответить. Да, пожалуйста. Асен Николаевич, спасибо за вопрос. Постараюсь коротко, начну, как говорится, с конца. Во-первых, вы абсолютно верно отметили, что в класс погибших входят также и насаждения, которые прошли, подвержены были пожарам, но необходимо отметить, что пожары полностью уничтожают лес только когда они являются верховыми либо устойчивыми низовыми. У нас же в данном, ну, по республике Сахай-Якутия, исходя из ее условий природно-климатических и, ну, вообще, ландшафтных, пожары в основном беглые, низовые идут, да, ну и средней интенсивности. Поэтому повреждения леса в данном случае подсчитываются, исходя из обследования, которое проводится лесничествами и авиалесоохраной нашей, по конкретным, так скажем, полностью уничтоженным. Что касается нас, проекта экологии, регионального проекта сохранения лесов, абсолютно верно, вы подметили, что сумма несоизмеримо маленькая с теми площадями, которые мы должны восстанавливать, но я сразу скажу, что эта сумма идет в рамках госзадания до нашего подведомственного учреждения ГАУ Куплес Ресурс, которое выполняет работы по содействию естественного возобновления леса. Практически во всех районах республики, там, где есть филиалы ГАУ и Куплес Ресурс. Соответственно, выполнение по госзаданию там процент, конечно, небольшой, и поэтому восполнение площадей под выполнение установленных нас проектом процентов, как вы абсолютно отметили, 12,3, 19,7 и так далее до 2024 года, оно выполняется у нас не только нашими подведомственными учреждениями в рамках госзадания и в рамках тех денег, которые выделяются по надпроекту, но и арендаторами, лесопользователями лесных участков. И, кроме того, также вступил в силу закон о конституционном лесовосстановлении. Эти площади тоже считаются и идут как воспроизводство лесов. И, помимо этого, правилами лесовосстановления установлены такая специфическая, так скажем, для территорий Крайнего Севера возможность, это обследование насаждений с естественным самозарастанием. То есть, инвентаризация лесов силами наших подразделений это лесничество. Инвентаризация данная проводится в вегетационный период и срок и ввода, вот вы говорите, контроль, кто выполняет, площади огромные, абсолютно верно. Допустим, в этом году мы провели инвентаризацию лесов и подвели под то, что я буквально еще минута и все, я закончил. Под то, что оно подходит под естественное самозаращивание и через 5 лет повторная инвентаризация и перевод в покрытую лесом площадь. Поэтому все эти площади учтены и процент, который установлен паспортом НАСПроекта, он выполняется в полном объеме. Спасибо. Перед подведением того, что предоставляется председателю постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по собранию Элтмен Республики Саха-Якутия Якова Нанчу Ефимову, с которым мы плотно занимаемся в целом этим у нас проектом. Пожалуйста, Якович. Спасибо, Владимир Михайлович. Добрый день, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего правительственного часа. Действительно, вопросы сегодня подняты очень актуальны. Вопросы экологии видно, что интересуют почти всех, неравнодушны. Если коротко, Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики, в своем послании к Государственному собранию Эльтмен тему экологии затронул очень обширно. Сегодня вопросы обеспечения чистой водой населенных пунктов, те же, допустим, твердые коммунальные отходы, которые эти вопросы интересуют буквально всех глав наследов, лусов, районов. Сегодня этот вопрос остро стоит в городе Якутске. Кстати, город Якутск сегодня присутствует, да, на правительственной части? В своем послании Ясен Сергеевич вот задачу поставил на 21-й год буквально во всех районных центрах начинать вот от обработки отходов, да, станции обработки отходов во всех улусных центрах. Ну, тут надо призывать, наверное, глав улусов, глав районов и глав всех наследов активнее заниматься вопросами твердых коммунальных отходов, ставить вопросы по обеспечению чистой водой населения. Ну, от обеспечения чистой водой населения сегодня зависит здоровье нашего будущего поколения. те вопросы, которые сегодня задавали по обеспечению чистой водой, по твердым коммунальным отходам, по канализационно- чистым сооружениям, вот, да, у нас сегодня вопрос по канализационно- чистым сооружениям стоит остро. Эту тему надо поднимать, ставить задачи и как-то решать. Ну, коротко так, Владимир Михайлович, относительно тех вопросов, которые сегодня занимается комитет по строительству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Ага, спасибо, Яков Иванович. Коллеги, сегодня приняли участие представители 12 районов, главы, заместители глав, председатели районных советов, более 75 человек, из них много народных депутатов. Я бы хотел отметить следующее. По итогам правительства, мы знаем о том, что в соответствии с регламентом мы не имеем права принимать какое-то решение, тем не менее для себя протокольно отметим ряд моментов для того, чтобы по некоторым из них обратиться в правительство. Во-первых, необходимо принять меру, поскольку присутствуют и Дмитрий Дмитриевич, и Семенович, и главы, руководители муниципальных образований, принять необходимую меру по восстановлению состава показателей федерального проекта «Чистая страна». Мероприятие по рекультивации свалок города Якутска и города Нюрба. Я по ним прошу принять самые такие необходимые меры в ближайшее время. Далее, значит, необходимо определить источники финансирования на строительство новых полигонов, вошедших в эту программу. Вилюйск, Нюрба, Мирной. Я прошу, значит, пресса нашей республики очень плотно поработать, чтобы предусмотреть средства на средстве этих полигонов. Далее, видимо, назрела необходимость, хотя у нас действует своя программа, назрела необходимость разработки долгосрочной концепции обеспечения населения качественной питьевой водой. Отдельная концепция до 30-го, там может быть и далее годов. Возьмите это на заметку. На заметку. Далее, значит, нам необходимо совместно с вами разработать план мероприятий по включению реки Лена в состав федеральной федерального нас проекта экологии. Мы через это можем в будущем решать много вопросов по строительству водочистых сооружений, конвенционно очистных сооружений, по многим населенным пунктам, расположенным вдоль реки Лена. Поэтому задача очень серьезная. Надо заниматься плотно. Плотно. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо за участие. Спасибо.